Сейчас. И так души-то и отличаются. У меня есть такая радость. Привести домик общего знаменателя я могу рады. Это не страшно. Заметьте, опять поменялись оба множителя. Что надо сделать, чтобы было понятнее? Или самое главное что? Ну, например, здесь очень хорошо писать просто а умножить дабы. Писают, что это непонятно. а умножить на b минус а умножить на b плюс а умножить на b минус b1. Так, это понятно? Опять вывести здесь а не проблема. Стоянное число. А здесь что будет? bn-b делись на bbn. Так, хорошо. Здесь вывести b. Тоже не проблема. Айт, 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 айт. B? Айт, 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 айт. Я написал? Нет? Нет, второй тоже нет. А, ну да-да-да, спасибо-да. Вижу. Так, смотрим. Смотрим, какая правда это или нет. Я написал, что это правда? Нет, не хватает. Чего не хватает? Не хватает. Правильно? Все. Все. Отлично. Теперь давайте продолжим. Ну, с этим числом ничего делать не надо, потому что это некое постоянное решение. Замечательно. Вот это вверху бесконечно малое величие. Здесь бесконечно малое величие. А вот интересный вопрос. А почему, когда вы делитесь на бредное, но вы от этого не испортите самую бесконечно малое? То есть вы делитесь на что-то. Вдруг бредное оказывается маленьким довольно часто. А почему, что оно не стремится к нулю? То, что оно не стремится к нулю, здесь написано. Специально. Оно не стремится. Оно стремится к числу Б большое. Б большое не работает. Вот сейчас очень важный вопрос. Как понять, что когда у вас последовательность стремится к Б и Б не на модулю, знаменатель достаточно большой по модулю? Потому что если он достаточно большой, то проблем нет. Вот представьте себе, вы сумеете доказать, что Вн по модулю больше какого-то, допустим, альфа. В таком случае единица делить на Вн будет меньше одной альфа. Вы согласны? Вы переворачиваете. Знак нерази меняется. И если вы обеспечите, что А-Ан меньше, чем альфа-эпсила, то все будет хорошо. Лучше альфа-эпсила пополам, чтобы здесь было эпсила пополам. Понятно? И вы обеспечите, что вот это вот, Вн-В будет меньше, чем альфа-эпсила пополам умножить на модулю Б и делить на модулю А. Понятно, зачем я это делаю, да? Чтобы А и В сократились вот здесь, и здесь был бы эпсил пополам. И здесь эпсил пополам, и все будет хорошо. То есть настоящая цель, это не нужно для всех. Это нужно для всех. Эн, начиная с некоторого. Вот, господа, а давайте я это выделю в виде отдельной демки, потому что это важно. Или кто-то не успел переписать? Просто это было 35-е. Важнейшее встречи в члене. Есть, думаю, надо еще раз переборку сделать. Хорошо, вот, садок. Вообще, к математическому анализу много хороших людей. Этой науке, в общем, привезли. Понятно, почему. Потому что у студентов, которые учат на технической анализе, это очень много. Ну и, соответственно, это очень много. А почему? А почему? А почему? Потому что все, которые занимают какую-нибудь правильную третищу, математический анализ очень толстый. Совсем все. Понимаете? Эта наука, она в некотором смысле является в математике основной. Совсем как алгоритм. Нет. Гораздо просто. То есть, понимаете, именно там человек умеет говорить все эти слова. Для любого существует такое, что для любого существует и так далее. По-многому это просто умение рассуждать с формулами и так далее. Это именно такая основа. Нет. В анализе есть, конечно, какие-то сложные разделы и так далее. Но вот то, что мы делаем сейчас, это то, что учат буквально все. И без этого действительно нельзя. Просто проверка интеллекта в принципе. Так. Итак, пишу я. Если предел некоторой последовательности не равен друг другу, ну и разумеется существует, то существует такое положительное число, что для любого натурального числа n, обычно я пропускаю это, но имеется в виду, что на самом деле всегда это не написано. Смотрите. Как только n больше k, так пренепременно модуль bn больше 0. Бета отграничивает от нуля. Вот есть 0. Вот есть бета. Вот есть минбет. Идея такая. Начиная с некоторого момента, все члены последовательности могут лежать здесь или нет. Если вы хоть что-то понимаете, то вы на самом деле даже понимаете, что я сейчас балдущик. Потому что я не мог бета указать явно мобексом. Что я мог взять в качестве бета? Вот. Что? Модуль предела не мог. Вот. Вот. Модуль числа b я взять не мог. Объясняю почему. Последователь сможет родиться вокруг числа b. То чуть больше, то чуть меньше. А? Ага. Почему? Ну, представьте себе последовательность такая. b плюс 1, b минус 1 вторая. b плюс 1 треть, b минус 1 четвертая. Тогда вы знаете. А когда такое левое? Ре. Ну, последовательность 1, минус 1 вторая, 1 треть, минус 1 четвертая. да может как-то ограничиться с нуля нет, просто катя нет, я беру b и строю новую последовательность давайте я еще явную форму представьте себе b плюс минус единица в степени n она видна n чем плохая последовательность? она все время больше будет при четках она больше а при четках меньше но поскольку одна ядная стремится к нулю то эта последовательность стремится к b но при этом все время то больше, то меньше все вас нуждают вместо b вместо b третий аксел давайте подумайте из b е повторяю, что очевидно нужно взять в роли числа b 1 1 1 1 k 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 5 3 4 4 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 9 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 10 11 11 12 12 12 14 14 14 15 Последовательность стремится к П-большому. Это значит, что она очень-очень близко к П-большому. Какое число, очевидно, можно взять в качестве Б-большого? Конечно. Самое простое, приходящее Б-большое. А давайте-ка мы возьмем в качестве числа бета половину модуля Б. Я утверждаю, что в качестве бета можно взять модуль Б в половину. Докажите. Давайте вспомним вообще, что значит фраза. Предил Б-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н. А что в таком случае? меньше, чем ε. Так? А теперь давайте нарисуем, что вот это значит. У нас есть где-то там ноль, ну пусть для определенности побольшое положение, пусть правое. У нас есть вот эта вот окрестность, b минус ε и b плюс ε. И мы утверждаем, что bn лежит где-то в этой окрестности. Правильно? Начиная с k плюс первого места, обязательно все одинаковые. Но, ребята, здесь написано для любого ε больше 0. Это значит не только для числа 17. Это значит и для числа модуль b пополам тоже. Оно тоже положено. И значит, я могу взять и сказать, что здесь вот окрестность не обязательно такая для любого ε. А вот конкретно, а именно b минус b пополам, вот если b положено, то это будет половинка b. А плюс это будет 3 столетия. В общем, мне не важно. Мне важно, что все эти b ные лежат от нуля дальше, чем на b пополам. Поняли? А это и означает, что b ные по модулю больше, чем b пополам. И значит, в качестве b этого нужно взять и там b пополам. Поняли? Вопрос. А еще какие числа очевидным образом нужно взять в качестве b. Любое число по модулю меньше, чем b. Объясняю почему. Вот это вот ε мы могли брать. Смотрите, какая история. У вас самодействие, это самое число b. Допустим, у вас здесь есть число b. Представьте? β пусть меньше, чем b. Так в таком случае возьмите вот такую окрестность. В качестве ε возьмите вот эту разность. ε это разность между модулем b и b. И в таком случае, если мы возьмем в такую окрестность числа b, то разумеется, она не подойдет ближе, чем на b. И значит все b ные будут больше, чем b. Понятно? Да. Теперь возвращаемся к нашей работе. Вообще-то еще. Вот если вы теперь посмотрите, то вы обнаружите, что у нас все хорошо, потому что знаменатель у нас достаточно далеко от нуля. Он по модулю, начиная с некоторого места больше b. Числитель бесконечно малая. Когда вы бесконечно малую делите на число по модулю не меньше, чем b. Поняли, да? То вы получаете... На самом деле, единица на b ные это ограниченная последовательность. Чем она ограничена? Число однобратное. Поняли? И здесь тоже самое. Вот это бесконечно малая. Ну, собственно, все. Про частное мы не знаем. Победа? Победа.